Спорту все профессии покорны. Вот так мы решили перефразировать известное выражение. Тем более, есть повод. Команда Белорусской железной дороги выиграла чемпионат мира по футболу среди железнодорожников. Поделиться впечатлениями, радостными эмоциями и похвастаться медалями, может быть, к нам сегодня в студию заглянули. Тренер команды по футболу «Локомотив» Белорусской железной дороги Андрей Горовцов и полузащитник этой команды Дмитрий Вашкель. Джентльмены, доброе утро. Мы вас поздравляем. Расскажите, вы еще празднуете или уже все, вот эта веха позади? Ну, я скажу так, праздновать нам особо времени не было, потому как сразу по приезду из Франции у нас был тур внутреннего чемпионата в первой лиге. Поэтому все эмоции были туда сконцентрированы. Давайте про Францию немножко поговорим. Какой это по счету уже Ваш чемпионат? Ну, для меня лично это второй чемпионат, для Дмитрия это первый чемпионат. Первый. В прошлом году, если не секрет, как мы выступили? Чемпионат в четыре года проводятся, поэтому в прошлом году его не было. Было четыре года назад, да. В Сочи тоже мы заняли первое место. С 2002 года команды белорусские участвуют в турнирах по футболу, а вообще в Международном союзе спортивным железнодорожников Беларусь, по-моему, с 2000 года. А есть какие-то особые традиции в этом соревновании? Как это отличается от нашего стандартного футбола, к которому мы привыкли? Подстаканники, может, с собой специальные. Беларусь железные. Как таковых традиций нет. Единственная, наверное, особенность – очень плотный календарь. Ну вот, например, чтобы наши зрители понимали. Давайте, у Вас игра была… Во Франции у нас было четыре дня. За четыре дня мы сыграли пять игр. Как проходят тренировки? Как Вы успеваете и работать, и тренироваться? Это же очень большая ответственность. Я, может, открою Вам секрет. Наша команда на базе футбольного клуба «Локомотив» Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Поэтому мы тренируемся постоянно вместе. В этом проблем нет. А с кем Вы боролись за первое место на пьедестале? В финальной части были мы, сборная Словакии и сборная России. И вот со сборной Словакии и со сборной России мы сыграли две игры в один день. А сколько всего команд? Команд было девять. Девять команд? Здорово. Слушайте, ну это, конечно, очень круто. Но я так понимаю, что футбольный календарь, вот сезон все-таки продолжается и в Беларуси. У Вас… Да, все верно. У нас еще шесть туров до конца чемпионата. Поэтому и основная борьба, и работы у нас еще хватает. А определяются ли как-то лучшие игроки на этих чемпионатах? Нет, такой традиции нет. А что из себя представляет главный приз? Это медали. Главный приз – медали и кубок. А болельщиков Вы с собой брали или там кто Вас ждал? Нет, за нас болели дома на родине. Слушайте, было бы очень круто, если бы привезли наших проводниц Белорусской железной дороги. С собой? Конечно, чтобы они всем остальным предлагали поменять белье или еще что-то. Ну вот, показать наш шикарный колорит нашей БЖД. Расскажите, пожалуйста, успели ли вы, помимо футбола, вот за эти 4 дня, 5 игр, мне кажется, что есть время прогуляться по Елисейским полям? Это вам так кажется. В Лувр вы не заглянули, да? Нет, мы не заглянули. У нас был единственный день отдыха, это последний день заключительного турнира, где мы могли уже расслабиться, мы чемпионы, вот, и мы смогли и в море покупаться, и сувениры купить. А на футбол не ходили какой-нибудь там, по сожалению, играл в этот день? Нет, к сожалению, нет. А иначе бы сходили, я так понимаю. Я думаю, сходили бы. Были ли какие-то вот интересные случаи, вы там как-то познакомились с какими-то своими коллегами, обменялись телефонами? Я не знаю, можно это рассказывать или нет, но мы посетили Red Bull-арену в Лейтсиге, значит, она была закрыта, но мы проникли туда сфотографироваться. Возле стадиона, на трибунах, вот, охранники увидели нас, короче, побежали, не вывели нас, у нас было трое футболистов, и говорят, что, ну, вы как бы проникли, это нельзя. Незаконно. Да, ну, типа, незаконно. А мы просто фото, он ли фото, там, на ломаном английском объясняли, и они говорят, все, нет проблем, мы вас отведем, это наша работа, паспорт ваш заполнить. Ну, он нас путями там выводит, привел, а там еще наших пять уже стоят. Тоже фотографируют. Местные. Да, наших пять футболистов, они таким же путем тоже сфотографировались, вот, и он нас всех оформил и отпустил никаких проблем. За футболом, помимо чемпионата Беларуси, вы, как зрители, наблюдаете? Мне вот всегда было очень интересно, профессиональные наши футболисты, им вообще интересен, вот, там, я не знаю, чемпионат мира, чемпионат Европы, у вас есть свои любимчики. Конечно, конечно, это часть нашей работы, наблюдать, смотреть, анализировать, что-то в свою игру стараться принести. Конечно, мы следим за европейскими чемпионатами и за международными соревнованиями. Но у футболистов профессиональных спорт режим все-таки серьезный. Скажите, вы соблюдаете какую-то диету, какое-то особое расписание дня, тренировки, которые иногда посещать не хочется, но надо? Ну, как мне хочется, это твоя любимая работа. Конечно, тренер рядом сидит. Самая лучшая работа, я обожаю тренировки. Мы соблюдаем весь режим, абсолютно, все диеты у нас все прописаны. Спасибо вам большое. Очень интересно, мы желаем вам удачи. В студии «Хорошего настроения» сегодня были представители гомельской футбольной команды «Локомотив», «Белорусской железной дороги», тренер Андрей Горовцов и полузащитник Дмитрий Вашкиль. Всего вам доброго, а в студии «Хорошего настроения» мы вернемся через несколько минут. Субтитры подогнал «Симон»